Здравствуйте, меня зовут Наталья, это мой канал Моя Американская История. Ребята, этим видео я начинаю цикл мини-видеороликов, в которых я буду подробно говорить о тех пунктах в заявке, об лотереи, на грин-карту, которые вызывают больше всего вопросов. Сегодня я уже загрузила маленький ролик на одну минуту о пункте, который касается семейного положения, что там нужно выбирать. Если вам интересно, пожалуйста, заходите и смотрите. Ну а в этом видео я хотела бы объяснить, от какой страны играют в Диви-лотерею и какое отношение к этому имеет ваш паспорт или гражданство, так как мне поступает масса вопросов на эту тему, типа я родился в Казахстане, гражданство России, живу в Украине, от какой страны мне играть. Итак, существует три требования к участию в лотерее. Если хотя бы вы одному из них не соответствуете, вам не следует подавать заявление на участие в программе Диви. В Диви-лотерею играют, внимание, от страны рождения и точка. Не важно, сколько у вас и какие у вас гражданства, не важно, где вы сейчас живете. Первое и самое главное условие – вы играете от страны своего рождения. Если эта страна допущена к участию, люди, рожденные в странах, которые вы видите сейчас на своих экранах, это от Европы, да, регион Европы, это бывшие республики СССР, Россия и так далее, русскоязычные страны. В общем, люди, рожденные в странах, которые вы сейчас видите на своих экранах, имеют право подавать заявку в Диви-лотерею 2021. Однако, есть несколько исключений для тех людей, рожденных в странах, которые не допускаются. Вы сейчас видите эти страны на своих экранах. То есть, если вы родились в одной из этих стран, то вы не допускаетесь к участию в лотерее Диви-2021. Итак, если вдруг вы родились в одной из этих стран, существует две опции, когда можно претендовать на Диви-визу. Первое. Если ваш супруг или супруга родились в стране, жители которой могут участвовать, то вы можете указывать заявление страну рождения супруга или супруги вместо страны своего рождения при условии, что вы и ваш супруг или супруга получите визу и въедете в США одновременно. Второе. Если вы родились в стране, жители которой не имеют право на участие в программе, но родители были рождены в той, которая имеет право участвовать, то вы можете указать, что страной вашего происхождения является страной рождения одного из родителей. Примеры. Вы родились в Китае, Чайна, да? Ваша жена родилась в России. Вы можете играть от страны рождения своей жены. Ещё один пример. Вы родились в Китае, жена родилась в Китае, но ваша мама или папа родились в России. Вы имеете право играть от страны рождения вашей мамы или папы. Третий пример. Вы родились в Китае, жена родилась в Китае, мамы и папы родились в Китае, но вы всю жизнь прожили в России, у вас российское гражданство. Вы не имеете право играть, потому что гражданство и страна рождения не одно и то же. Ещё часто задаваемый вопрос. Если, например, вы родились в той стране, которая сейчас не существует, например, СССР, ГДР, Чехословакия и так далее. Если это произошло, то вы указываете современное название и страны, и населённого пункта, в котором вы родились. Та территория, на котором этот населённый пункт находится сейчас, является страной вашего рождения. Вы её и выбираете. То есть вы родились в Москве, соответственно, вы играете от России. Вы родились в Минске, вы играете от Беларуси. Если вы родились в Берлине, вы выбираете Германию. Если вы родились в Крыму, вы играете от Украины, потому что для всего мира принадлежит Украине. Если вы родились в Абхазии, вы играете от Грузии. Если вы родились в Киеве, вы играете от Украины и так далее. То есть современное название страны и того населенного пункта, в котором вы родились и на чьей территории он в данный момент находится в глазах всего мира. Требование номер два. Наличие паспорта, так как его данные требуются ввести в заявку. Теперь давайте поговорим о паспорте и каким он тут богом, если играет от страны рождения. Паспорт к стране вашего рождения никакого отношения не имеет. Он может быть отличным от нее. У вас даже может быть несколько гражданств и паспортов. Наличие паспорта при заполнении заявки на ГВН-карту, которая начнется со 2 октября 2019 года по 5 ноября 2019 года, это второе условие участия и является нововведением этого года. В прошлом паспортные данные не требовались. Это нововведение ввели, чтобы уменьшить количество заявок, заполняемых мошенниками. Теперь конкретно по паспорту. Почти во всех странах мира существует только один паспорт, то есть документ для путешествий за границу или, как написано в инструкциях на официальном сайте Госдева, International Travel Passport. Например, в Белоруссии только один паспорт и именно эти данные вносят белорусы. Россия, ну и еще парочка стран отличились и имеют два паспорта. Тот паспорт, который требует для DV лотереи, то есть международный travel passport, таковым является только загранпаспорт. Следовательно, если у вас его нет, то и принять участие в этом году вы не сможете, даже если вы и подходите по другим условиям страны рождения и образования. Если у вас несколько гражданств и, соответственно, паспортов, вводите любой, в который вы планируете получить иммиграционную визу или тот паспорт, в стране которого вы проживаете. Главное, паспорт должен быть действителен на момент подачи заявки. Ну и третье условие – это образование и об этом и о требованиях. К фото мы поговорим отдельно в следующих видео. В общем, я надеюсь, я доступно объяснила о том, от какой страны играют. От страны рождения. Неважно, сколько у вас паспортов, сколько у вас гражданства и где вы там живете, играют от страны рождения. Спасибо большое за внимание и счастливо!